Всем привет! Меня зовут Слава и это второе видео из цикла Android LeakBest. Для тех, кто не видел первый ролик, сейчас выплывается плавашка в правом верхнем углу экрана. Там мы говорили про то, как ускорить ваш Android-смартфон. Ну а в этом ролике речь пойдет про то, как заставить ваш Android-смартфон жить дольше. Я подготовил целых 17 пунктов того, что нужно сделать, чтобы сохранить батарейку на вашем Android-смартфоне. Итак, 17 пунктов того, что нам нужно сделать, чтобы наш Android-смартфон работал намного дольше. Первое. Меняем LTE на 3G. Для этого заходим в настройки сети, в мобильную сеть, находим тип сети и меняем с LTE на 3G. Второе. Если у вас AMOLED или OLED-экран, эта настройка вам очень сильно поможет беречь батарею. Если у вас IPS, можете попробовать, вдруг получится. Что для этого нужно сделать? Во-первых, меняем обои на темный цвет. Кто не знал, AMOLED и OLED-матрицы не работают, то есть пиксели не подсвечиваются, если у нас используется темный цвет. Это очень сильно экономит батарею. Во-первых, ставим темный обои, а во-вторых, переводим все возможные приложения на темную тему. Например, Twitter. Сейчас я выведу данные исследования Google. Они подтвердили, что использование темной темы и ночных отбоев существенно уменьшает расход батарей. Соответственно, меняем наши обои на темные оттенки, а также переводим все возможные приложения в темный режим. В общем, везде, где можно, переводите на темный режим, это очень сильно сбережет батарею. Третье, отключаем дополнительные настройки Wi-Fi соединения. Переходим в настройки, сеть, Wi-Fi, настройки Wi-Fi и отключаем здесь вообще все нафиг, чтобы у нас включался Wi-Fi автоматически и уведомление об открытых сетях. То есть телефон будет меньше сканировать Wi-Fi соединения, соответственно батарейку мы будем экономить. У меня 9 Android и здесь пропала такая функция, как автоматическое отключение Wi-Fi, когда вы переходите в смартфон в спящий режим. На 8 и 7 Android это должно сохраниться, так что если у вас это есть, проверяйте, это тоже отключайтесь. Соответственно, когда вы переводите смартфон в спящий режим, Wi-Fi у вас будет отключаться. Четвертый пункт, отключаем дополнительные настройки для геолокации. Заходим для этого в настройки местоположения, дополнительно, поиск. И отключаем поиск сетей Wi-Fi и поиск Bluetooth устройств. Это нам поможет очень сильно вскрыть батарею. И пятый пункт, к сожалению, в 9 версии Android эту настройку вывезли, но в 8, 7 и младших версиях это должно быть. Там есть такая настройка, как поиск геопозиции только по сети, только по GPS и по сети и GPS. Ставьте только по сети, это вам очень сильно вскрыть батарейку, не будет использоваться модуль GPS. Но опять же минус, GPS будет менее точно, но батарейка будет расходовать намного меньше. Шестой пункт, отключаем отправку геопозиций и звуковых сообщений на аккаунт Google. Заходим в Google, аккаунт Google, данные и персонализация, отслеживание действий. Я про это уже записывал отдельный ролик, как Google следит за нами, так что сейчас выскочит какое-нибудь сообщение. И отключаем здесь историю местоположений и историю голосового управления. То есть Google будет меньше запоминать вашу геопозицию, то есть не будут отправляться в фоновом режиме данные вашей геолокации. А история голосового управления убирает правку голосовых сообщений, если вы используете, допустим, Google Ассистент, либо набираете текст с помощью голоса, эти голосовые сообщения не будут отправляться на сервера Google. Седьмой пункт, отключаем Google Play защиту. Для этого заходим в Play Market, Play защита и отключаем ее. Я ее уже отключил. Соответственно, что нам это дает? В фоновом режиме будет меньше происходить действий для проверки вашего телефона. Это так называемый устроенный антивирус. Если у вас нет сомнительных приложений и вы не скачиваете всякое барахло, вы можете смело отключать, соответственно, будете меньше задействовать фонов процессор. Если иногда качать какие-то сомнительные приложения, то, конечно же, я рекомендую это оставить, но тут уже на ваше усмотрение. Восьмое. Отключаем ненужную синхронизацию приложений в аккаунте Google. Для этого заходим в «Настройки», «Аккаунты», выбираем наш аккаунт Google, «Синхронизация» и отключаем все, чем мы не пользуетесь. Если вы не читаете книги, отключайте Play книги. Если не используете Google Документы, отключайте Google Документы, Google Fit и так далее. Если у вас есть несколько аккаунтов в Google, то я рекомендую в главном аккаунте все-таки оставить большинство синхронизаций, а в дополнительных аккаунтах оставить только те вещи, для которых вы их используете. Девятое. Отключаем фоновую работу приложений, которые нам не нужны для работы в фоне. Для этого заходим в «Приложение» и выбираем каждое приложение, которое нам не нужно. Например, «Твиттер», «Дополнительно», «Батарея», «Ограничение работы в фоновом режиме». У меня ограничено. В девятом андроиде представили такую функцию, как «Adaptive Battery». Она отображает все приложения, которые у нас работают с ограничениями в фоновом режиме. Вот мой список. Можете поставить на паузу, запомнить. Это то, что я отключил и не хочу, чтобы у меня работало в фоновом режиме. Соответственно, эти приложения будут меньше задействовать ресурсов процессора, и наша батарея будет оставаться дольше в работе. Десятое. Отключаем все дополнительные настройки. Такие, как «Поднять телефон и загорелся экран», «Always on Display». До этого заходим в «Настройки». Ищем какой-нибудь пункт с названиями «Жест» и дополнительные настройки. У каждого производителя на каждой версии Android это может называться по-разному. Отключаем такие функции, как «Дважды нажать, чтобы проверить экран». Отключаем такие функции, когда поднимаем телефон и загорается экран. Тем самым у нас отключаются датчики, которые следят за этим и постоянно работают. И соответственно, наша батарея будет работать намного дольше, так как она не будет задействовать эти ресурсы. Одиннадцатое. Включаем автообновление приложений только по Wi-Fi сети. Для этого заходим в «Play Market», «Настройки» и смотрим автообновление приложений только через Wi-Fi. Если вы включите любую сеть, то у вас в любой момент могут начаться обновляться приложения. А нам это не надо. Бывает, что где-то в пути, на работе, где нет Wi-Fi. Батарейка будет расходоваться из-за того, что будет качаться приложение и анализироваться в фоне, что можно обновить. Тем самым будет расходоваться за батареей быстрее. Отключаем это и наслаждаемся дольше работой устройства. Двенадцатый пункт. Включаем доступ к геолокации микрофона всех сомнительных приложений. Для этого заходим в «Настройки», «Приложения», «Дополнительно», «Разрешение приложений». Опять же, на разных версиях Android это может быть по-разному. Берем местоположение и отключаем местоположение для всех сомнительных приложений. В первую очередь, Инстаграмов. Это в первую очередь и всякие сомнительные приложения для ВКонтакте, кошелек, в котором геолокация не нужна, но они почему-то ее запрашивают. И также я советую отключить микрофон для разных приложений. Опять же, Инстаграм, Твиттер. То, что не нужно, отключайте. Когда будет какая-то функция, которая это затребует, приложение у вас это попросит. Но приложения часто тем грешат, что в фоновом режиме отправляют доступ к геолокации. И про компетенциальность данных не забывайте. Вам все говорят, что мы заботимся о ваших данных. Но в фоновом режиме частенько могут записывать данные и отправлять к себе на сервер. Зачем это надо? Отключайте. И, соответственно, приложения не будут иметь доступ к геолокации и микрофону. И наше устройство будет работать намного дольше. Тринадцатый пункт. Отключаем все возможные вибрации. Сходим в настройки, звук, дополнительно. И отключаем вибрацию. В девятом андроиде она отключается здесь, вот вибрация при касании. А также в настройках специальные возможности и вибрация. Также ее отключаем для надобности. Вибромоторчик потребляет энергию. И, соответственно, если мы не будем его использовать, батарея будет дольше работать. Четырнадцатый пункт. Уменьшаем время для доступа в спящий режим. Заходим для этого в настройки, экран. И находим такой пункт, как спящий режим. Если хотите, чтобы при бездействии телефон сразу переходил в спящий режим, ставите на минимальный порог 15 секунд, либо как вам удобно. Но, опять же, у нас цель сэкономить батарейку по максимуму. Поэтому ставим все на минималку. И как только не пользуетесь телефоном, он переходит в спящий режим. Телефон меньше расходует батареи, из-за того, что не работает у нас экран. Пятнадцатый пункт. Для тех смартфонов, у которых есть световой индикатор, я рекомендую отключить индикацию. Для этого переходим в приложение и уведомление на девятом андроиде. Уведомление и световая индикация. Включаем, отключаем. Соответственно, лампочка будет меньше гореть и батарейка будет тратиться меньше. Но, опять же, это может быть не на всех смартфонах, а только на тех, где есть эта самая лампочка. Последние два пункта являются банальными, но они как раз таки являются основополагающими для сохранения батареи. Используем тупо меньше яркость. Привыкать, если у вас есть цель сохранить батарею, ставить ее чуть ниже среднего, чем обычно. Ну и последний, семнадцатый режим. У разных производителей он реализован по-разному. Используем тупо режим энергосбережения, не забываем про это. Вроде бы банальности, но многие люди, к удивлению, про это не знают, забывают. На девятом андроиде режим энергосбережения реализован просто прекрасно. Он не уменьшает анимации, все плавненько. И по моему опыту, я с ним проходил прям активно так неделю, он прибавляет полтора, либо час работы экрана. То есть обычно у меня там пять часов, четыре с половиной, а у меня теперь стандартов шесть часов экрана. Я его поставил на автоматический, чтобы он включался, когда было пятьдесят процентов заряда батареи. То есть режим энергосбережения реально работает, не забываем про это. В общем-то, вот они все семнадцать пунктов. Их может быть у кого-то меньше, например, из-за того, что у вас нет светового индикатора. У кого-то побольше есть дополнительных настроек. Каким-нибудь Xiaomi, Meizu, Samsung, у них есть еще больше настройок. Я показывал все на чистом андроиде. Если я что-то забыл и вам есть что добавить, пишите в комментариях. Я с радостью почитаю и реальные нужные посоветы закреплю в первом сообщении. Если это видео вам понравилось, ставьте пальцы вверх. Также не забывайте, можете подписаться на канал. Стараюсь публиковать интересный и в первую очередь полезный контент. На этом все. Я пойду. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Хоих